Мы разработали четырехигровую версию аппарата и при этом ничуть не усложнили процесс игры. Для начала игры можно внести оплату. Оплата может вноситься любыми купюрами и любыми монетами. Вот сейчас закинем две монеты по 5 рублей. Аппарат настроен 10 рублей за один удар. На нижнем дисплее отобразилось количество оплаченных ударов, на верхнем дисплее номер игры и в среднем дисплее горит рекорд. То есть последний максимальный удар. Для начала игры просто нажать кнопку старт необходимо. После удара вверху отображается результат удара, в среднем дисплее отображается рекорд. Если в аппарат не внесена оплата, то при нажатии кнопки старт будет характерный звук. И еще один есть звук. Пожалуйста, внесите оплату. Вот. Также можно оплатить игру и бумажными купюрами. Любого достоинства. Опять мы видим, что в нижнем дисплее отображается количество оплаченных игр. У вас есть возможность выбрать игру, нажав кнопку Game. Сейчас у нас выбрана вторая игра. Это игра на реакцию. Необходимо наносить удар после звукового сигнала. После того, как прозвучит сигнал, бьете по груши, аппарат показывает, сколько времени прошло от сигнала до удара. Сейчас продемонстрируем. Заинтриговал. А еще быстрее можешь? Вот отображен результат 123 миллисекунды. Это прошло от сигнала до удара. Рекорд в текущей 103 миллисекунды. При условии того, что человек сыграл лучше, чем установленный рекорд, человек получает бесплатную бонусную игру за побитый рекорд. Чистая энергия удара в шоулях. В этой игре аппарат отобразит количество полученной от игрока энергии. Молодчина. Выше силы. Нет ничего, кроме умения владеть ее. Каждая игра снабжена своими комментариями в зависимости от результата игры и в зависимости от выбранного мужского или женского режима. Скорость сантиметра в секунду. В этой игре будет отображен результат, с которой летел кулак. То есть та скорость, с которой двигался кулак. Вот мы видим, что в этой игре скорость движения кулака была 395 сантиметров в секунду. Каждый раз при внесении оплаты аппарат по умолчанию включает первую игру. Если оплачено несколько игр, то аппарат не будет переходить на другую игру. Если вы выбрали, допустим, вторую, третью или четвертую игру, аппарат будет находиться на той игре до тех пор, пока не закончились оплаченные кредиты. Как только внесли оплату, аппарат находится на первой игре. Это стандартный режим для всех подобных аппаратов. Оценка показывается в баллах. И на первой игре есть возможность регуляции уровня сложности. То есть на один и тот же удар аппарат будет показывать больше или меньше оценку. Три следующей игры, они дают всегда точную оценку. Там невозможно настроить уровень сложности. Вы также можете видеть, как только опустилась груша, включается отсчет времени и включается подсветка, которая освещает мишень и подставку аппарата. Для того, чтобы удобно было играть в ночное время, когда темно. Теперь давайте я вам расскажу о том, как настраивается аппарат. Для того, чтобы войти в режим настроек, необходимо на материнской плате нажать кнопку сетап. Регуляция громкости. Как только вы нажали кнопку сетап, аппарат произнесет регуляция громкости. Это первая настройка. Для регулировки громкости у вас есть две кнопки. Man и Game. Они работают как плюс-минус. В верхнем дисплее отображено название настройки. В среднем сама настройка, оценка, то есть сейчас регуляция громкости, стоит на максимальном уровне 10. И в нижнем окне отображен номер настройки 1. Это первая настройка. Для изменения регуляции громкости мы нажимаем Регуляция громкости. Кнопки плюс и минус. Можем видеть, что в среднем дисплее меняется значение. Регуляция громкости. И звук становится тише. Регуляция громкости. Для того, чтобы перейти на следующую настройку, мы нажимаем кнопку старт. Уровень сложности. Это уровень сложности, который регулируется для первой игры. То есть, чем выше вы ставите цифру, тем сложнее будет выбить максимальный результат. Обычно устанавливается цифра 6. Настройка разницы между уровнями показывает, насколько аппарат будет помогать играть женщинам. То есть, в женском режиме аппарат будет давать оценку на 100 больше, чем в мужском. Будет подыгрывать девчонкам. Рекорд для мужчин. Вот в этой настройке вы устанавливаете рекорд для мужчин, на который аппарат будет сбрасываться через заданное вами время. То есть, по истечении, допустим, 10 часов аппарат автоматически сбросится вот на этот рекорд. И как только его побьет кто-то, то он получит бесплатную бонусную игру. Следующий человек уже должен будет побить тот рекорд, который установил предыдущий рекордсмен. По истечению 10 часов рекорд опять сбросится на тот, который установили вы в этой настройке. Рекорд для женщин. Это то же самое, только для женщин. Обнуляемый счетчик. Вот этот счетчик можно сбросить. Он считает количество игр. Его можно сбрасывать, например, каждый раз при инкассации. Для сброса нужно нажать одновременно две кнопки. Мы видим, что счетчик обнулился. В этой настройке, седьмая настройка, вы настраиваете через какое количество часов будет сброшены рекорды на те, которые установили вы. Можно устанавливать от одного до 24 часов. То есть сейчас стоит настройка 10. Через каждые 10 часов аппарат переходит на рекорды, установленные в настройках. Здесь задается период, через который воспроизводятся рекламные треки. Аппарат приглашает играть людей. Настройка ставится в минутах. То есть через каждые 5 минут будет звучать рекламный трек. Проверка дисплея. В этом режиме можно проверить дисплей, что все лампочки горят хорошо. При нажатии кнопки Game включается все, что может светиться на дисплее. Проверка лампочек. В этом режиме проверяется подсветка надписей «Боксер», «Супермен», «Киллер» и подсветка внутренних цифровых обозначений. Проверка механизма. В этом режиме вы можете проверить механизм опускания груши. Нажав кнопку «Мэн», груша опустится. Общий контроль. Этот счетчик служит для тотального контроля выручки. Его невозможно сбросить, он всегда идет нарастанием. Сейчас мы видим, что на этом аппарате было 18215 игр. То есть значение отчитается 3 верхних цифры, потом 3 нижних цифры. После того, как будет набрано 999999, счетчик обнулится. И начнется отсчет заново. В этом режиме вы можете перейти на настройки, установленные заводом. Для перехода в «Заводские настройки» вы можете нажать две кнопки одновременно. Экран заморгает, и аппарат перейдет на «Заводские настройки». Эта настройка обозначает, за сколько оплаченных игр нужно дать бонусную игру. Вот сейчас стоит настройка 5. То есть при одновременной оплате 5 игр, шестая игра будет добавлена бесплатно. Шестая игра не пойдет в тотальный счетчик, потому что он считает только оплаченные игры, для того, чтобы вы всегда могли правильно проконтролировать выручку. Сейчас у нас установлена стоимость игры 10 рублей. И так как стоит количество бонусов 5, то при внесении единовременно 50 рублей, шестая игра будет добавлена бесплатно. Это настройка для того, чтобы люди чаще платили более крупными деньгами. Вот здесь настраивается стоимость удара. Видим, что здесь стоит 10. То есть стоимость удара 10 рублей. Это импульсы, которые подаются на двигатель разблокировки груши. То есть на него будут подаваться импульсы через каждую секунду. Если фиксатор груши, который держит саму грушу, не удалось выдернуть с первого раза, то через секунду будет подан еще один импульс. Эту настройку можно не менять, она служит для технических специалистов. Количество импульсов также настройка для технических специалистов. И это количество импульсов, которое будет подано на фиксатор для разблокировки груши после нажатия кнопки старт. Эту настройку тоже можно не менять. Бесплатный режим. Этот режим предусмотрен для корпоративов или для банкетов, когда аппарат работает на праздниках. Может быть это свадьба будет. Если вы включите бесплатный режим, то для того, чтобы играть, нужно будет просто нажимать кнопку старт, не нужно вносить оплату. Купюра и монета приемник работать не будут. Регуляция яркости. В этом режиме вы можете отрегулировать яркость дисплея. Сейчас аппарат у нас работает на улице, солнечная погода. Для того, чтобы информация на дисплее была легко читаема, мы установили максимальную яркость дисплея, чтобы людям было удобно читать информацию. Если аппарат будет установлен в развлекательном центре, то такая яркость дисплея может слепить окружающих, потому что диоды светят очень ярко. И тогда рекомендуется убавить яркость, для того, чтобы дисплей светил, не слепил ваших гостей. Для того, чтобы сохранить настройки, перейти в режим игры, нужно или выключить питание аппарата, или же еще раз нажать кнопку старт, кнопку сетап. Теперь мы видим, что аппарат перешел в демонстрационный режим, на дисплее появилась анимация, и каждые 5 минут, как мы задали в настройках, аппарат будет приглашать людей поиграть. Если вы устанавливаете аппарат в развлекательном центре, то крепить его не обязательно. Его невозможно перевернуть даже самым сильным ударом. Единственное, что рекомендуется сделать, это подложить под него резиновый коврик для ванной. Если плитка в развлекательном центре слишком скользкая, тогда он вообще не будет двигаться. Если же вы устанавливаете аппарат на улице для круглосуточной, круглогодичной работы без присмотра, вот как этот аппарат, то необходимо его правильным образом закрепить к земле. Для этого по углам аппарата сверлятся дырки, и туда под углом 45 градусов вбивается арматура. И потом платформа аппарата приваривается к этой арматуре, и аппарат невозможно будет ни сдвинуть, ни пошатнуть. Арматуру обязательно нужно вбивать в землю под углом 45 градусов, тогда ее невозможно будет выдернуть вверх. То есть аппарат будет стоять мертво. По надежности мы довели аппарат до совершенства, то есть если не внесена оплата, то грушу опустить невозможно, даже если вы на ней повиснете. Бронированное стекло защищает дисплей 100%. Его невозможно разбить ни рукой, ни ногой. То есть дисплей теперь не боится абсолютно никаких ударов. Давайте сравним работу аппарата в мужском и в женском режиме. Сейчас мы не нажимали кнопку «Мен». По умолчанию включен мужской режим. Включим игру на первой игре, оценка в баллах. Результат 490. Теперь включим игру для женщин. Нажмем кнопку «Вумен». И нанесем такой же удар. Теперь мы видим, что результат был 589. То есть аппарат на 100 добавил силу удара для женщин, чтобы им подыграть. Игра во втором режиме сделана интересным образом. Она паузу между сигналом каждый раз выдает разную. Для того, чтобы невозможно было приноровиться. Сейчас я продемонстрирую. Выбираем вторую игру. Проверь свою реакцию. Нанеси удар после звукового сигнала. Результат увидишь в миллисекундах. Несем оплату еще раз, чтобы у нас было 2 оплаченных игры, а аппарат не перешел на первый режим. Мы видим, что 2 игры оплачены теперь. Нажимаем старт. Ждем. Аппарат дал сигнал неожиданно быстро. Да, из-за этого результат оказался не слишком хорошим. Попробуем еще раз. Теперь сигнал прозвучал несколько позже. То есть аппарат всегда точно оценивает время реакции от сигнала до удара. И не дает человеку приноровиться ко времени сигнала. За счет того, что сигнал звучит каждый раз через разное время. Это системный отсек. Здесь вы можете видеть плату дисплея, силовая плата, которая управляет питанием, и материнская плата, которая управляет всем процессом игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok